МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь-4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! Католики всего мира готовятся к празднику. Сегодня рождественский сочельник. В Новый год с новым домом. В Гомеле открылся шестой детский дом семейного типа. Молодежная политика, инновационные проекты и новые инициативы. Открытый диалог впервые прошел в формате телевизионного ток-шоу. Главная медицинская стройка региона. Реконструкция областной детской клинической больницы. О том, каким будет многопрофильный детский клинический центр, наше актуальное интервью. Дети в ожидании новогодней сказки. Праздничные премьеры для юных зрителей в специальном обзоре. Какой была неделя из жизни региона, расскажем в ближайшие 26 минут. Католики всего мира готовятся к празднованию Рождества Христова. Сегодня сочельник. Ему предшествовал четырехнедельный пост, который называется Адвентом. Это время покаяния и подготовки к одному из главных праздников христианского календарного года. Сегодня последний день поста. Как правило, самый строгий. В эти часы в семьях украшают елки и готовят праздничный ужин из постных блюд. Костелы открыты с самого утра и принимают всех, кто желает исповедоваться. По традиции, когда загорится первая звезда, вся семья собирается за рождественским столом. При этом одно место оставляют свободным. Это символизирует готовность принять Христа. В сочельник собираемся с семьей, у нас есть такой оплаток. Мы молимся перед этим, делимся оплатком, каждому складываем пожелания. Ну и потом принимаем эту сочельницкую трапезу и после этого мы идем на первую службу, которая здесь у храма будет 24-24 часа в полночь. Преломление пресного хлеба или обладки является старинным обычаем, имеющим отношение к таинству причастия. Делясь им, верующие от всей души просят прощения друг у друга за вольные или невольные обиды. С наступлением Рождества 25 декабря пройдет три службы – ночью, на рассвете и днем. В главном костеле области, римско-католическом приходе Рождества Пресвятой Девы Марии, вторая служба начнется в 9 часов утра, третья – в 12 часов дня. Таким образом, праздник отмечается трижды, что символизирует Рождество Христово в лоне Бога Отца, в очреве Богоматери и в душе каждого христианина. К слову, на этом празднование не закончится, а будет длиться в течение следующих восьми дней. Впервые участники ток-шоу «Главная тема» встретились не в студии телерадио компании «Гомель», а в областном общественно-культурном центре. Основой известной телепрограммы стал «Открытый диалог». Это формат общения, который позволяет молодежи задать волнующие вопросы представителям власти и получить компетентные ответы. На этот раз аудиторию «Открытого диалога» решили расширить с помощью телевидения. Одним из поводов для встречи в телеэфире стал юбилей известного студенческого фестиваля «Зимняя радуга». На съемочной площадке побывали наши корреспонденты. Вместо телестудии на Пушкино-8 просторная площадка общественно-культурного центра, а вместо нескольких десятков зрителей – огромная аудитория, которая определяется тысячами человек. Уже известный популярным молодежи «Открытый диалог» с представителями власти стал основой ток-шоу «Главная тема» на телеканале «Беларусь-4 Гомель». В этом году мы привлекли партнеров для того, чтобы проводить с помощью телекамер профессиональную трансляцию. То есть это выводит нас на новый уровень. Мы не закрываемся, только не ограничиваемся количеством мест в зале. Участники встречи обсуждали реализацию государственной молодежной политики и новые инициативы. Выразить свои мысли и задать вопросы приехала работающая и студенческая молодежь со всего региона, представители молодежных организаций и вузов. Среди гостей также делегаты Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Свои вопросы они имели возможность адресовать заместителю председателя областполкома Владимиру Привалову. На самом деле «Открытый диалог» я участвую впервые. Я считаю, что необходимо участвовать, потому что это опыт, который мы получили, он просто бесценен, потому что каждый вопрос интересует человека и тяжело найти ответ самому, и поэтому нам помогают. Молодежь не только задавала вопросы, но и предлагала свои инициативы. Так, на специальной выставке, приуроченной к открытому диалогу, молодое поколение представило инновационные бизнес-проекты, которые уже заявили о себе на конкурсе «100 идей для Беларуси». Всегда встреча с молодежью – это такой, знаете, волнительный экзамен, но он всегда дает свои плоды, в том числе, вот вы видите, «100 идей для Беларуси». И хочется, чтобы поскорее все наши хорошие идеи, молодежные идеи, они нашли воплощение в реальном секторе экономики. Подобные встречи давно доказали свою эффективность. Это пример того, что молодежь слышит и помогают заявить о себе. Кстати, такое мероприятие в день рождения «Зимней радуги» организаторы надеются сделать с традицией. При этом сам студенческий форум от своих традиций в этом году не отступил. В концертной программе выступления команд первокурсников вузов области, которые за 15 минут должны были не только удивить жюри, но и завести весь зал так, чтобы эмоции били через край. Победители определили в нескольких номинациях, но главная награда – гран-при. На этот раз она отправилась в Гомельский государственный медицинский университет. Кстати, следить за выступлениями в этом году можно было, сидя не только в зрительном зале, но и в интернете. Впервые была организована онлайн-трансляция. Таким образом, свидетелями юбилейной «Зимней радуги» стали несколько тысяч человек. Анна Ковалева, Олег Сентюров, Михаил Рабков, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель». Новости недели. Гомель четвертый раз подряд признан лучшим областным городом по санитарному состоянию и благоустройству. За победу в республиканском конкурсе наш областной центр награжден переходящим вымпелом. Об этом, а также других событиях из жизни региона в ближайшие несколько минут в обзоре от службы информации. Гомелю вручили переходящий вымпел победителя республиканского смотра конкурса санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов в номинации «Города областного подчинения». Почетный знак, подтверждающий свидетельство и денежную премию за счет средств республиканского бюджета председателю Гомельского горосполкома Петру Кириченко вручил заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин. В Гомеле открылся шестой детский дом семейного типа. В нем будут проживать супруги Казаченко и девять приемных детей в возрасте от полутора до шестнадцати лет. Коттедж расположен в микрорайоне «Хутор» рядом с пятью другими домами семейного типа, где проживают 44 ребенка из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина приняла участие в семинаре, который прошел в Гомеле. В ходе заседания обсуждены вопросы, возникающие у кандидатов и членов избирательных комиссий при организации выборов депутатов местных советов. По сравнению с предыдущей, эта кампания по выборам депутатов местных советов отличается большей активностью граждан. Так, по информации Центра сберкома, количество зарегистрированных инициативных групп, которые будут заниматься сбором подписей за конкретных кандидатов, увеличилось более чем в полтора раза. В частности, в Гомельской области зарегистрирована 3881 инициативная группа. В их составе находятся и представители пяти политических партий. В Гомеле отметили 100-летие Комитета госбезопасности Беларуси. На торжественное собрание были приглашены руководители местных органов власти, действующие сотрудники и ветераны службы. Свою историю Комитет госбезопасности ведет с 20 декабря 1917 года, когда была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем. В январе 1919 начала свою деятельность Гомельская уездная, а в апреле того же года Губернская чрезвычайная комиссия. Во время Великой Отечественной чекисты вели борьбу с оккупантами в составе истребительных батальонов, спецгрупп и спецотряда. И такие цифры озвучены во время торжественного собрания. 14 сотрудников Управления Комитета госбезопасности по Гомельской области выполняли интернациональный долг в Афганистане. 104 принимали участие в ликвидации последствий чернобыльской катастрофы. В Гомельском областном клиническом госпитале инвалидов отечественной войны появился первый в регионе специализированный центр традиционной китайской медицины. Его открытие – первый этап международного сотрудничества между Гомелем и китайским городом Чинду. Планируется, что в центре будут оказывать амбулаторно-поликлиническую медицинскую помощь и вести специализированную практику. Сотрудничество с Китаем ведется и в сфере образования. В ГГУ имени Франциска Скорины открылся Институт Конфуция. Осуществить этот проект помог Нанкинский университет наук и технологий. Приоритетными направлениями работы станет изучение китайского языка, академический обмен и распространение культуры и традиций Поднебесной. Подобные учреждения созданы в трех столичных вузах. ГГУ стал первым из региональных. Благотворительная акция «Наши дети» проходит в Беларуси. Поздравить воспитанников санаторной школы-интерната для детей с заболеваниями костно-мышечной системы, которая находится в Костюковке, приехал помощник президента Республики Беларусь, главный инспектор по Гомельской области Юрий Шульейко, заместитель председателя Гомельского облсполкома Владимир Привалов и начальник управления образования Сергей Порошин. Каждому ребенку гости привезли подарки. Кроме того, учреждению передали сертификаты на обновление материально-технической базы. Благодаря этому здесь смогут приобрести оборудование для столовой, интерактивную доску и спортивный инвентарь. В школе-интернате живут и учатся около 200 детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата в возрасте от 9 до 15 лет. В эти праздничные дни никто не должен остаться без внимания, заботы и подарка. Активистки общественного объединения «Клуб деловых женщин» посетили Стародятловическую больницу сестринского ухода. Благотворительную акцию поддержали также предприятия региона. Учреждение оказывает медицинскую помощь людям пожилого возраста и инвалидам, большинство из которых осталось без поддержки родных. Сейчас здесь постоянно проживает около 40 человек. Каждому пациенту гости вручили подарки, поздравили с наступающими праздниками и пожелали скорейшего выздоровления. Главная медицинская стройка региона – реконструкция областной детской клинической больницы. На объекте в самом центре Гомеля трудится около полутысячи строителей. Необходимо сдать объект к лету 2018-го. Какими темпами идет выполнение поставленных задач и каким будет многопрофильный детский клинический центр. Об этом в актуальном интервью программе рассказал главный врач Гомельской областной детской клинической больницы Вячеслав Ижаковский. Итак, скажем прямо, Гомельская область по-прежнему остается единственным регионом в стране, где все еще нет собственной областной детской, подчеркну, многопрофильной больницы. Вячеслав Станиславович, расскажите, какими темпами идет строительство даже не корпуса, а целого комплекса зданий? Да, действительно, мы находимся в стадии формирования вот этого комплекса, о котором вы сказали. Многопрофильный детский клинический центр, ну больница, центр. Темпы очень активные, очень активные. Практически в проглосуточном режиме. В проглосуточном режиме идет работа, она не прекращается как лечебная работа, так и вот эта вот стройка. Генеральным подрядчиком является строительный 314. Можно сказать, что около 70% общестроительных работ, они уже завершены. В корпусах, которые возведены уже, они, значит, закрыты, контур, там подведено отопление, идет внутренняя отделка, внутренние технологические работы, вот, работает на стройке, собственно говоря, с подрядчиком генеральным и с подрядными организациями от 400 до 500 строителей. Это очень серьезно, это видно каждый день. Действительно, можно считать это главной медицинской стройкой региона. Правильно ли я понимаю, в середине 2018 года в центре Гомеля появится современный, уникальный в своем роде многофункциональный комплекс? Да, совершенно верно. Уникальность его состоит в том, что он действительно будет в центре такого большого мегаполиса, так будем говорить, Гомеля, с сложившейся уже инфраструктурой, транспортной. Вот, уникальность его состоит в том, что мы сохраняем действующие корпуса, мы работаем над их улучшением внутреннего содержания корпусов. Кстати говоря, все строительно-монтажные работы профинансированы в полной мере бюджетом, а вот техническое оснащение около 20%, если не ошибаюсь, планируется привлечь за счет благотворительных пожертвований. Это тоже, наверное, нормально. Какими темпами идет этот сбор? Да, действительно, оснащение клиники существующих и вновь создаваемых корпусов и подразделений, оно осуществляется за счет республиканского и за счет областного бюджета. Это серьезное, безусловно, финансовое выливание? Да, это какая-то часть, да, вы сказали правильно, где-то от 18-20 в среднем. Некоторые позиции высокотехнологичного оборудования, даже больше, будут финансироваться из небюджетных, так называемого, спонсорского счета. Действительно, он открыт уже больше года, этот счет. Он пополняется, ну, в основном это за счет организаций, фирм, которые имеют то или иное отношение к здравоохранению, к медицине. Вот, ну, есть примеры и иного плана, наши гомельские предприятия, мы благодарны и руководству, и коллективам. Гомельский химический завод, это давний наш партнер, они очень тесно с нами сотрудничают. И открытое акционерное общество, Гомель, ОВЛ, Автотранс, они проводили акцию «Добрый билет», и мы с ними, они откликнулись на нашу просьбу, руководство. Предприятия поддерживают, а как насчет частных лиц? Есть ли здесь примеры показательные, достойные? Ну, в отношении частных лиц есть. Ну, реже, это понятно. Реже, да, реже, и, в общем-то, объемы не такие большие, но есть люди, которые в частном порядке жертвуют нам свои средства. Свои средства мы получили от, к сожалению, неизвестного нам иностранного гражданина очень большую сумму. Вячеслав Станиславович, спасибо за, безусловно, полезную информацию. Ну, и, конечно, пожелаем удачи в строительстве действительно важного и нужного объекта, многофункционального объекта реконструкции детской областной больницы. Спасибо, до новых встреч. Органы записи актов гражданского состояния Республики Беларусь в этом году отмечают столетие. Именно с их работой связаны главные события в жизни человека. Каждый документ в архивах – это не просто лист бумаги, за ним судьба конкретного человека. Тему продолжит репортаж из ЗАГСа. И жизнь, и слезы, и любовь. Вот уже сто лет работники органов ЗАГС тщательно ведут записи актов гражданского состояния. Рождение детей, регистрацию браков, оформление разводов и другие важные события в жизни человека. Целый век непрерывной, интересной и трудоемкой работы. Десятилетиями специалисты передают свой опыт новым сотрудникам, пришедшим на их места. Надежда Морозова была заведующей отдела ЗАГС железнодорожного района около 25 лет. Помнит, когда не было компьютера, все записи вели ручкой, чтобы записанное дольше хранилось, использовали чернила. Если кто-то делал ошибку, все приходилось переписывать заново. Потом появилась современная техника и интернет. С энтузиазмом начали создавать сайт и следить за просмотрами. Но главное в работе до сих пор осталось неизменным. Ежедневное общение с людьми, которые обращаются в отделы ЗАГС с самыми разными вопросами. Профессия замечательная, замечательная. Я до сих пор с ностальгией, я даже, вот я даже прохожу мимо ЗАГСа, где я вот проработала почти 25 лет, у меня до сих пор мурашки бегают. Это замечательная работа, это замечательная профессия. Старайтесь, любите людей, старайтесь работать правильно, не в нагрузку себе, а именно идите на работу вот с душой, с желанием, и все у вас получится. Сегодня основное требование к сотрудникам системы не идеальный почерк, а юридическое образование. Во времена СССР оно не было обязательным требованием. Задача каждого работника – грамотно и быстро сделать регистрацию акта гражданского состояния и дать необходимую консультацию. В Гомельской области сейчас работает 25 ЗАГСов, Дом гражданских обрядов и архив. Первый Гомельский отдел ЗАГСа открылся 24 января 1919 года. Его заведующим был мужчина. Сегодня в нашей области ЗАГСами заведуют одни женщины. За последние годы расширился перечень оказываемых услуг. Например, появились популярные выездные регистрации и даже церемонии чествования семейных пар юбиляров. Мы обязательно узнаем момент знакомства этой пары. И когда мы поздравляем их и это говорим, им очень интересно даже самим послушать. Многие приходят дети. И вот мы детям говорим, вы тихонечко узнаете, вот как они познакомились. Это будет для них интересно послушать. И действительно, смотришь, когда на них, они – откуда вы знаете это все? Приятно, конечно, это все пристрелы для них получаются. За 11 месяцев ЗАГС и Гомельской области сделали более 39 тысяч записей. Из них около 13,5 – о рождении детей и более 9 тысяч – о заключении браков. Сегодня регистрировать брак можно через три дня после подачи заявления. Распишут и в любом отделе республики вне зависимости от места жительства. Свой праздник сотрудники встретили в торжественной обстановке, как всегда нарядной и с улыбками на лицах. Во время праздничного концерта им вручили почетные грамоты Министерства юстиции, Гомельско-областной нотариальной палаты и Городского совета депутатов. Естественно, хочу сказать слова благодарности за ту работу, которую делают эти люди. Хочу поблагодарить здесь, на этом мероприятии, представителей райгородсполкомов, администрации города за тот неоценимый вклад, который они оказывают, вносят в работу органов ЗАГСа, за ту помощь, и материальную помощь, и поддержку, которую они оказывают этим людям в осуществлении их профессиональной деятельности. Анна Корольчук, Михаил Рабков, Александр Харлампов. Новости недели. К нам стремительно приближается главный зимний праздник, которого ждут и дети, и взрослые. Новый год – точка как календарного отсчета, так и замечательное время для добрых дел и начинаний. По-особенному ответственно к этому празднику готовятся учреждения культуры. Они презентуют яркие новогодние программы и представления для своих юных посетителей. Стремятся их сделать как можно более оригинальными и запоминающимися. Наш культурный обозреватель Вероника Ворошилина подготовила специальный выпуск, посвященный новогодним развлечениям. Новый год – время чудес и волшебства, когда сбываются мечты и исполняются самые заветные желания. Это приятные моменты душевных встреч, вкусных угощений, подарков и сюрпризов. Как провести эти праздничные дни увлекательно, познавательно и весело и детям и взрослым вы узнаете из нашей тематической телестранички. Прямо сейчас вашему вниманию калейдоскоп наиболее ярких культурных мероприятий. Гомельский дворцово-парковый ансамбль юных посетителей приглашает на необычную экскурсию с интерактивными элементами из истории празднования Нового года. Во время занимательного приключения ребята увидят дворец Румянцевых и Паскевичей во всей его праздничной красе. Узнают историю встречи Нового года в других странах, попробуют решить ряд интересных ребусов и загадок. Участники интерактивной экскурсии смогут перенестись на 100 лет назад, наряжая елку так, как это делали во времена ушедшей эпохи. Детей ждет веселый хоровод с Дедушкой Морозом, новогодние забавы и сувениры. А Гомельская областная универсальная библиотека имени Ленина тем временем приглашает детей и их родителей на выставку «Рождественский перезвон». В экспозиции представлены коллекционные подарочные памятные колокольчики в органичном сочетании с редкими и старопечатными изданиями религиозного содержания 18-го – начала 20-го веков. Посетители выставки смогут ознакомиться с разнообразными шедеврами сувенирных колокольчиков из венецианского стекла, хрусталя, керамики и металла, а также увидеть уникальные жемчужины церковной литературы цены не только своим содержанием, но и неповторимым оформлением. Гомельский областной драматический театр своих юных зрителей приглашает на детское новогоднее представление. Здесь их ждут праздничные игровые площадки, фотозоны, веселая интерактивная программа с главными новогодними героями. Артисты драмтеатра порадуют детей сказкой «Летучий корабль» по мотивам известного мультипликационного фильма. На сцене развернется грандиозное шоу, сопровождающееся яркими музыкальными и хореографическими номерами. А я не хочу, не хочу по расчету, а я по любви, по любви хочу. Свободу, свободу мне, дай свободу, я птицей высуличу. Юным гостям драмтеатра предстоит встретиться с добродушным трубочистом Иваном и его возлюбленной царевной Забавой, с наивным батюшкой-царем и коварным полканом, с веселым хором бабок-ежек и загадочным водяным. Праздничное настроение, море незабываемых эмоций и впечатлений гарантировано. Яркое интерактивное представление для детей подготовил и Гомельский государственный театр кукол. У праздничной красавицы «Елки» малыши ждут веселые игры и конкурсы с героями утренника в новогодней неделе «Приключения Емели». Затем детей приглашают увидеть сказку-спектакль «Храбрый портняшка». Новогодний праздник создают миниатюрные и ростовые куклы. На сцене разворачивается зрелищное представление с большим количеством декораций, костюмов, перевоплощений, музыкальных вставок и световых спецэффектов. Не менее интересное и веселое новогоднее представление вас ожидает и в Гомельском городском молодежном театре. Здесь подготовлен праздничный спектакль «Тайна зайчего дерева». Это увлекательная сказка, которая учит добру, милосердию и взаимопомощи. А еще детей ждут нарядно украшенная елка, фатозоны, оригинальные поздравления с зимними праздниками. А Гомельский государственный цирк детей и взрослых приглашает на новогоднюю программу «Дед Мороз и львы Африки». На манеже воздушные гимнасты, акробаты, жонглеры, клоуны. Компания им составляют дрессированные собаки и лошади. Главные же герои новогоднего циркового представления – тигр и африканские львы. Во время своего выступления эти полосатые и мохнатые артисты демонстрируют публике ловкость, силу и особенности своего характера. Дед Мороз и львы Африки – загадочное путешествие в мир циркового искусства, наполненное атмосферой волшебства и приключений, которое подарит зрителям по-настоящему праздничное настроение. Мы успели вам рассказать лишь о небольшой части огромного перечня ярких новогодних программ. Интересные интерактивные представления ждут юных зрителей не только в областном центре, но и во всех уголках Гомельской области. Для детей подготовлены веселые игры, конкурсы и викторины, увлекательные творческие мастерские, познавательные квесты, хороводы вокруг новогодней красавицы и елки, встречи с любимыми мультипликационными и сказочными героями и, конечно же, подарки и сюрпризы от Деда Мороза и Снегурочки. Не стоит забывать и о добрых делах. В регионе проходит ряд благотворительных акций и мероприятий, в которых может поучаствовать каждый. Какой бы отдых для себя и детей вы не выбрали в эти праздничные дни, главное – запастись хорошим настроением. Ведь улыбка – залог успеха в любом хорошем начинании. Новогоднюю культурную телестраничку для вас подготовили Вероника Ворошилина и Евгений Макеенко специально для программы «Новости недели». На этом выпуск завершен. Мы с вами встретимся в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги уходящего 2017 года. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова